Водостоки устанавливаются после того, как стены здания облицованы фасадными панелями или сайдингом. Монтаж водосточной системы, как мы уже сказали, довольно прост. Первым делом на лобовую доску устанавливаются кронштейны. Именно они являются основой для крепления жёлоба. Запомните важное правило. Жёлоб всегда устанавливается под небольшим уклоном для того, чтобы задать течение воды в сторону воронки. Для этого вначале мы закрепили два крайних кронштейна. Один из них закреплен на несколько сантиметров ниже. Затем между ними мы натянули бечевку. Она будет являться уровнем для установки остальных элементов. Кронштейны должны располагаться на расстоянии не менее 50 сантиметров друг от друга. Если в вашем регионе бывают обильные осадки, выбирайте меньшие расстояния. И еще один важный момент. В местах, где установлены муфты жёлоба или воронки, кронштейны должны располагаться в непосредственной близости с обеих сторон элементов, поскольку именно в этих местах система испытывает наибольшие нагрузки. В закрепленные кронштейны вставляется жёлоб. Чтобы определить нужную длину, измерьте расстояние между крайними кронштейнами и прибавьте 10 сантиметров. Отрежьте необходимую часть жёлоба с помощью болгарки. По краям установите заглушки. Напомним, этот элемент является универсальным и может быть использован как с правой, так и с левой стороны жёлоба. Как вы видите, жёлоб довольно просто вставить в кронштейны. Это можно сделать руками. Но чтобы облегчить задачу, мы рекомендуем использовать любой плоский металлический предмет. Следующий этап монтажа водосточной системы – установка воронки. Важно закрепить её на жёлобе полностью, таким образом, чтобы расстояние до краёв жёлоба составляло не менее 10 сантиметров с каждой стороны. Далее в жёлобе необходимо вырезать отверстие для слива воды в трубу. Как правило, лобовая доска является выступающим элементом. А поскольку водосточная труба крепится непосредственно к стене, то нужно состыковать её с закреплённым жёлобом с помощью колена. Для монтажа системы на этом здании мы использовали два колена трубы в 67 градусов. Верхняя часть колена вставляется в воронку. С другой стороны крепится муфта. Далее необходимо замерить расстояние между коленами для того, чтобы отрезать часть трубы нужной длины. Теперь можно переходить к монтажу водосточной трубы. Чтобы определить её длину, измерите расстояние от колена до предполагаемого места крепления слива в нижней части здания. Отрежьте ненужную часть с помощью болгарки. Затем в нижнюю часть трубы установите слив, а верхнюю часть вставьте в колено. Последний этап – крепление трубы к стене. Это делается с помощью хомутов. В случае установки водосточной системы на фасадные панели, благодаря их внушительной толщине, хомуты можно закреплять в абсолютно любом удобном месте. Главное – установить их строго вертикально с помощью уровня на расстоянии не менее 1 метра друг от друга. В завершении монтажа прикрепите саморезами слив к трубе для надёжной фиксации. Водосточная система установлена. Теперь вы можете быть уверены в том, что стены и фундамент вашего дома надёжно защищены.